Боевая ничья, пенальти, адреналины, автогол, Черноморец и Балканы подарили результативный матч с неожиданной развязкой. Фаворитами были хозяева, так как после карантина в семи матчах они набрали уже 12 очков против семи у соперников. Также у гостей было много травмированных и дисквалифицированных игроков. Начали игру одесситы с забитого гола в Сикорского на 13-й минуте. Сравняли счет балканцы. Спустя 4 минуты Евгений Зубейко сыграл рукой в собственный штрафной и Андрей Фаюк уверенно реализовал пенальти. До перерыва команда из Саратского района могла пробить еще один 11-метровый, но судья по фамилии Труханов не увидел игры рукой у Долгова после удара защитника. Вышли вперед балканы уже во втором тайме благодаря джокерам, которые вышли на замену Василию Тропанцу и Дмитрию Балакану. Спастись подопечные Ковальца сумели лишь на 90-й минуте благодаря автоголу соперника. Один из последних стандартов и ворот Черноморца привел к небольшой панике в штрафной гостей. Мяч отскочил к Зубейко, тот прострелил и мяч от ноги Юречко обонзился в дальний верхний угол 2-2. Счет ничей не закономерный, но учитывая как складывалась игра, все-таки на 92-й мы опять пропускаем, как и в авангарде. И опять автогол, даже Юречко уже говорим, хорошие игры дает и какие-то рикошеты от него залетают. То есть это еще автогол получился. Опять 92-я минута. Вот здесь, конечно, этот момент неприятный, потому что три подряд игры, четыре подряд игры мы могли больше очков набрать и спокойнее себя чувствовать. Но что имеем, то имеем. Происходит то, что происходит. Мы для этого очень много работаем, поэтому неплохо играем, особенно кусками. Боевая игра сегодня получилась, рахунок 2-2, информативно для нас. Если мы смотрим в будущее, рухаемся, у нас три матча завершились, хотим их играть достойно.